Перед нами Fujifilm X-T1 и набор для чистки сенсоров. А это значит, что сегодня мы займемся чисткой сенсора камеры. В состав набора входит, как многим уже известно, перчатки, жидкость для чистки сенсора. Это вот такой небольшой флакончик, однако его хватает очень надолго. Набор салфеток. Безворсовые, беспыльные салфетки, приготовленные таким образом, чтобы при смачивании они не оставляли после себя ни разводов, ни загрязнений, ни пылинок. Также шпатель или лопатка, которая предусматривает чистку фулл фрейм и кроп камер. Спринцовка. Спринцовка для очистки от крупных фракций с поверхности сенсора. Итак, при помощи этого набора мы сейчас будем осуществлять чистку камеры X-T1 Fujifilm и, в принципе, на базе данного видео вы также можете повторять такие же действия при помощи этого набора, приобрести его по ссылке в описании. Теперь взглянем на сенсор кроп камеры. Если взглянуть под увеличением, вы увидите сразу же, что поверхность матрицы загрязнена довольно основательно. Их характерные отпечатки данной пыли на закрытой диафрагме будут, конечно же, видны очень четко. Сделаем контрольный тестовый снимок. Для оценки ситуации нам понадобится небольшой листочек белой бумаги. Это может быть любой белый фон или любой ровный фон серого цвета, к примеру. Тот фон, на котором мы сможем увидеть все эти частицы. Далее нам понадобится бодикап. Вы можете взять оригинальный свой бодикап и ровно по центру сделать маленькое отверстие. Это будет выглядеть примерно так. Вот в данном случае это вообще крышка от Canon задняя. Я ее просто немножко переоборудовал и сделал в ней отверстие. Может быть это вообще просто картонка, которая будет закрывать поверхность. Байонета вот таким образом. И включив камеру, вы увидите следующее. Сейчас у нас пересвет, это логично. Так, вставьте карту памяти. Сейчас вставим карту памяти. Сразу нажмем форматировать, отформатируем камеру, карту и поехали дальше. Крышку накрываем на байонет и вы сразу видите, что в центре у нас появляется небольшое затемнение. И по центру оно максимально яркое, потому как в центре находятся отверстия. И если мы сделаем сейчас тестовый снимок, то приблизив этот кадр, вы увидите все загрязнения на поверхности матрицы. Дальше я покажу еще до и после фотографии. Ну а пока можно просто побегать курсором по поверхности кадра и посмотреть на наличие всяких точек, отметок. Видите, есть точечка и в нем кружочек. Это вот жидкость, видать, как капелька растворилась и от нее какой-то вот такой развод появился. Загрязнений очень много, поэтому переходим к чистке. Чистку сенсора всегда начинаем с перчаток. Обязательно надевайте перчатки, потому что без перчаток от пальцев жир, который проходит сквозь все, способен просто перенестись с легкостью на поверхность сенсора. Вы завязали, к примеру, ткань и все это перешло с ваших пальцев на ткань. Сразу же перчатки и все будет хорошо. Теперь берем спринцовку. Спринцовка нам нужна для удаления больших фракций с поверхности сенсора. Закрываем конюлю. Вот таким образом, чтобы ничего не попало. Берем жидкость и пшикаем на поверхность. Теперь, не дожидаясь, пока она высохнет, конюля у нас открыта. И аккуратно, не трогая поверхность, нажимая в центр груши, продуваем поверхность сенсора. Это первый этап. Жидкость здесь нужна только лишь для того, чтобы отлетевшие пылинки не улетали в разные стороны, а максимально попытались приклеиться к поверхности груши. После груши нам не требуется, переходим к шпателю. Извлекаем шпатель. Нам понадобится сторона кроп. Далее скрываем салфетки. Аккуратно берем за уголок одной из салфеток. И делаем следующее. В центр ткани берем и вкладываем шпатель. Сейчас покажу как. Действие происходит следующим образом. Вы вкладываете в середину, не трогая середину. Накрываете так, чтобы пополам складывалась ткань. Далее подгибаете здесь и здесь. У вас получается одноразовая швабра, которой вы сейчас будете обрабатывать поверхность. Теперь буквально совсем немного нужно смочить поверхность. Все. И переходим к чистке. Вот он сенсор. Вы просто слегка касаетесь поверхности. Устанавливаете лопатку вертикально. Сейчас сфокусируюсь. И ведете слева направо. Один раз проводите. И больше этой салфеткой вы не пользуетесь. Она вам уже нужна только лишь, разве что, стекла почистить. Берем вторую. Сейчас я поверну камеру для удобства. И второй салфеткой пройду от правой стороны к левой стороне. Третьей салфеткой я пройду снизу вверх. Вот таким образом. Четвертой салфеткой пройдусь слева направо. Убирая остатки сверхней части. И таким образом мы сейчас очистили сенсор. Давайте взглянем поближе. На данном этапе мы убрали все частицы, которые можно было убрать. За исключением только той, которую вы видите по центру. Похоже, эта частица является уже повреждением сенсора. Потому как там она разъела просветляющую поверхность. Точно это сказать я смогу, только посмотрев под микроскоп. Сейчас посмотрю. Итак, мы глядим в экран микроскопа и видим эту точку. Сейчас я коснусь ее шваброй. И вы видите, что ничего не происходит. Попробуем намочить более сильно. И тоже ничего не происходит. Теперь сделаем сильнее увеличение. При большом увеличении становится ясно, что это повреждение. Это у нас никакая не пылинка. Повреждение, вызванное в результате ударом пылинки, либо расщеплением пылинки. То есть вода, когда высыхает, к примеру, она начинает кристаллизоваться. И кристаллы соли, которые находились в воде, превращают светопросветляющую поверхность вот в такую вот точечку, которую уже отсюда не убрать. Убирается только то, что можно убрать. А это у нас угол матрицы. И совсем недалеко от угла матрицы находится небольшой развод. Сейчас посмотрим его. Тоже сильное увеличение. Может даже попробуем X2. Как мы можем видеть, при прохождении швабры ничего не меняется. Это тоже один из поврежденных моментов. Матрицы очень боятся попадания влаги или мокрых частиц. Вот так выглядит матрица после прохода швабрами. И сейчас мы можем видеть в некоторых местах только остатки, которые не смываются. Видите, ничего не происходит. Никуда они не уходят. Возникает тогда вопрос, как же тогда убрать эти точки? Убрать их можно только путем замены фильтра на поверхности матрицы. Это довольно дорогостоящая процедура. Но для решения именно вашей проблемы, когда проблема у нас связана только с частицами, которые легко смываются, сдуваются, данный набор будет вам спасение во все случаи, где чистку сделать абсолютно невозможно. Ну и давайте сделаем контрольный тестовый снимок. Все это дело посмотрим на большом экране. Взглянем на экран монитора. Вот папочка с файлами. Давайте мы их отсюда все копируем и вставим сюда. Теперь, сейчас я JPEG отсюда вытащу и посмотрим сразу RAW. Просто их перенесем, чтобы они не мешали. И посмотрим кадры, которые у нас получились. Это получается до и после. Так, окей. Вот он, кадр до. Вы видите, в правом углу здесь очень много грязи. И, соответственно, если у вас будет закрыта диафрагма как можно сильнее и меньше будет света попадать, то вы увидите больше детализацию на поверхности. Особенно это видно на объективах с очень большой диафрагмой. Вот эти файлы до и после. Вы можете видеть, частица здесь переместилась одна. Вот и, в общем-то, результат после. Поверхность очистилась полностью за исключением некоторых моментов, которые я показывал в кадре. То есть, вот эта размытая точка. Она у нас получается в обратном, в перевернутом состоянии. То есть, это изображение переворачивается после съемки и сохраняется в перевернутом состоянии. Соответственно, у нас должна быть еще одна точка, которую мы видели. Ну, ее видно. Ага, вот еще точка. Здесь. Сейчас я еще взглянул. Это получается у нас сверху. Если это частица, которая снимается, она сейчас снимется. Данный тест я делаю только лишь для того, чтобы убедиться, что все выполнено чисто. Так, вот эти точки. Пытаюсь смочить и убрать. Как видим, ничего не происходит. Точки не перемещаются и являются частью поверхности. Жидкость испаряется без остатка. Но точки за собой не уносит. При сильном увеличении видно, что это все-таки точка, которая находится уже... пробила просветляющую поверхность. Поэтому с ней уже ничего не сделать. Убрать только можно то, что убирается. Еще раз сделаем контрольный тестовый снимок. Крышка на камере. И давайте сделаем кадр. Подключаем тушку и берем флеш. Переносим последние файлы с флеш. Возьму только RAV. И закинем его прямо сюда. Посмотрим. Как видите, что в предыдущем, что в этом кадре остается на одном и том же месте. Вот эта часть. Вот она так выглядит при сильном увеличении. И, соответственно, у нас остается еще точка. Вот эта. В данном случае вы видите небольшое смещение. Это связано с тем, что крышка, которую я устанавливал, была немножко не по центру. И, в общем-то, в результате смещения она будет немножко смещаться. Так, это у нас финальный кадр. Остается только вот. Это ярко выраженная точка, которую невозможно убрать. И из менее выраженных это вот здесь. На этом все. Салфетки, используемые после чистки сенсора, легко вам помогут в очистке линз. Их уже нельзя будет использовать для очистки сенсора. Однако, линзы они будут чистить очень хорошо. Также одного набора хватает на 8-10 простых чисток. Это когда у нас не масло какое-нибудь, или соль, а просто пылинки, которые можно сдуть и смыть с поверхности сенсора. Каждый элемент из данного набора вы можете заказать в отдельности. Для этого необходимо просто написать мне во WhatsApp. Ссылка на WhatsApp, точнее телефонный номер, будет в описании. На этом у меня все. Всем всего доброго и до свидания.